Здравствуйте, Денис! Приветствую всех наших зрителей и слушателей, которые участвуют в разборе свободной школы. Продолжаем тему здоровья, продолжаем тему болезней, продолжаем тему современного отношения человека к здоровью и почему это здоровье иногда может быть не таким хорошим, как это было изначально, как мы в прошлый раз говорили, такой, как было у Дамы и Евы. И как хотелось бы, чтобы оно было у нас. Болезнь и ее причины. Ведущий текст говорит так, и если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего, то не наведу на тебя ни одной из болезней, ибо я Господь целитель твой. Чьи это были слова и для кого? Эти слова Господь сказал к своему народу Израилю, через Моисея, руководителя народа. И не в том суть, что Господь посылает болезни, а в том суть, что Господь исцеляет от болезни или Он сохраняет от болезни. В этом суть этих слов и всего урока. То есть все просто, слушайся и не будешь болеть. Если случилось так, что заболел, обратись к Господу, и Он исцелит. Второй ведущий текст в этом же примечании. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И вот это вот причинно-следственная связь о том, что что-то совершенное человеком может привести к чему-то, мы дальше это происследуем. Первый вопрос называется «Болезнь и смерть». И я бы так называл первый вопрос, он более такой риторический, который могут задавать себе вопросы сейчас во всем мире, люди во всем мире. Почему на земле так много болезней? У нас в уроке это объясняется. Почему все-таки есть болезни в этом мире? Да, основная причина болезни в том, что люди избирают свои пути, которые кажутся прямыми, но конец их путь к смерти. Единственный путь, который ведет к жизни или который может облегчить страдания людей, это опять вернуться на первоначальный план Божий. Причина, почему сегодня много болезней, потому что то проклятие, которое было по справедливости произнесено над человеком, оно исполняется. Потому что слова Соломона, что как воробей спорхнет и птичка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. А если сбывается, значит это заслужено. А почему же те пути, которые кажутся человеку прямыми, не приводят к смерти? Ну, потому что мысли человеческие, они суетные, аппетит человеческий, он извращен, привычки людские, они плохие, нарушения, это все последствия того, что приводит к страданиям, болезням и смерти. Получается так, что есть люди, которые повинуются Господу, и есть люди, которые не повинуются Ему. И это приводит к определенным каким-то результатам. Давайте посмотрим, к каким. Те люди, которые не повинуются Ему, к каким результатам приводит? И те, которые повинуются Господу, какие у них результаты этого? Ну, очень прямо и конкретно написано в Слове Божьем, что если ты будешь слушать согласие Господа, Бога твоего, если будешь исполнять заповеди Его, то я сохраню тебя, я не наведу тебя ни одной болезни, которые были в Египте, потому что, к примеру, можно взять пример из нашей обыденной жизни правила дорожного движения, да, ведь они созданы для сохранения безопасности, здоровья и, так сказать, для благополучного, скажем, движения транспорта, пешеходов, и для того, чтобы все это было в порядке, для того, чтобы никто не страдал, никто не болел, никто не был покалечен, и нарушение этих правил, оно влечет за собой самые неприятные последствия, так и закон Божий был дан человеку для его блага, для его здоровья, для его, скажем, разумного или же правильной жизни, и, опять же, нарушение этих законов, оно влечет за собой болезнь, страдания и самые эффектные последствия. Вот сейчас мы поговорим об этом, о том, когда происходит что-то в жизни человека, и оно может быть угодно Господу, может быть и нет. И вот какие плоды этого? И вспомним еще раз текст, который мы прочитали с самого начала. Второй вопрос называется «Причина и следствие». Вот здесь вот эта вот связь причинная, следственная связь, которая существует в мире природы. И здесь приводится текст, который мы прочитали ранее, что «Бог по ругам не бывает, что человек посеет, то и пожнет». Итак, что человек сеет, и что он жнет? Ну, сеет семена, если сеет семена непослушания, если сеет семена невоздержанного аппетита, если сеет семена вражды, зависти, ненависти, то, естественно, урожай будет намного больше, в много раз больше, чем посеянных семена. Самые неприятные будут урожай. И если человек сеет добрые семена, скажем, любви, сострадания, прощения, то, естественно, и урожай будет благословенный или будет хороший. Это закон природы вот такой. Каждая семя производит по своему роду во много раз больше такие же плоды. То есть человек сам ответственный за то, что он получает в результате? Да, безусловно, во многих случаях. Не во всех, но во многих случаях это так. Да, чуть-чуть позже мы будем говорить, почему возникают все-таки болезни. Но я бы хотел для наших зрителей зачитать то, что написано в Таразаконе 28-22. «Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, палящим ветром и ржавчиной, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь». Это все в результате того, что человек не будет повиноваться Господу, не будет его исполнять заповедь. Хотя вот написано вот так вот прямо, что Господь поразит тебя, но я думаю, что правильно понять, что Господь не защитит тебя от этого. То есть источником этих всех проклятий и всех этих страданий есть сатана. Господь есть источник добра, здоровья, благополучия. Но если человек не послушает, Господь не защищает его, и тогда сатана производит все эти, скажем, бедствия, наказания, страдания, болезни. Такие страшные болезни, как чахотка, горячка, лихорадка. Воспалительные всякие процессы. Действительно это ужасно. Сегодня это умножено, но и в то время это уже существовало. Да, и люди действительно от этого страдали. И дальше мы поговорим, то есть мы знаем, что есть личность, сейчас мы поговорим об этой личности, которая выстрадала всю свою жизнь. Но вот следствием чего это было, это очень интересно. Но прежде этого мы поговорим о другом. Всегда ли болезни являются результатами наших собственных действий? Ну, как я уже сказал, во многих случаях, но не всегда. Да, есть отдельные случаи, которые, может быть, остаются тайной, но тем не менее мы имеем примеры из Евангелия, что был случай, когда человек родился слепым. И вообще мнение людей было такое тогда, может быть, и сегодня, что если человек болен, значит он обязательно согрешил. Но вопрос, заданный учениками, был следующий, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Немножко странный вопрос, не правда ли? Как мог согрешить этот человек, если он еще не родился, а он уже родился слепым? Но Иисус сказал, не он, не его родители, а для того, чтобы была явлена слава Божия или сила Божья. То есть мы должны всегда видеть во всех случаях некоторые проблески надежды, всегда видеть, что все-таки это случай не безнадежный для человека, что есть Господь, который может помочь, который может исцелить, который может облегчить страдания. И это должна быть надежда, дана каждому больному человеку, который верит в Бога, который доверяет Богу, который надеется, что Слово Божие, оно верно. А вот теперь поговорим о правильных людях, правильных перед Господом, ходящих перед Богом, действительно, истинных людей, которые тоже болеют. И этот пример Иов. Ну, действительно, ну чем был виноват Иов? Он не согрешил, он был прекрасным христианином, он чтил Господа, он не только за себя приносил жертвы, но также за сыновей своих приносил, потому что, может быть, и не согрешил. Однако он заболел. Вопрос. Почему иногда Бог допускает болезни в жизни праведных людей, несмотря на то, что они верно следуют принципам здорового образа жизни? Ну, из истории Иова нам открывается завеса, которая показывает, что кроме Бога, который является источником добра, скажем, благости, милости, благословения, есть и сатана, который ищет любые причины для того, чтобы принести людям страдания. И вот описывает Библию, когда однажды пришли сыны Божьи, пришел и сатана на этот совет, и он пришел, конечно, с целью не порадоваться вместе со всеми, а на их причину для недовольства. Когда Господь сказал ему, видел ли ты моего Иова, человека верного, очень богобоязненного, праведного, он говорит, да, я видел, но разве это не потому, что ты его благословил, потому что у него все хорошо, он здоров, ты его благословил богатством, у него жизнь идет прекрасно. Но Господь говорит, ну, я думаю, что это не так, это потому, что он действительно доверяет мне, он любит меня, он верит мне. Но сатана говорит, ну, попробуй, испытай его, увидишь, будет ли он тебя благословлять или прославлять. И Господь сказал, хорошо, я разрешаю тебе, пойди и сделай над ним эксперимент. И действительно, сатана пошел и постарался на все свои способности, на все сто, но, опять же, свидетельствует Слово Божие, что Иова остался верным Господу, и он возблагодарил Господа, он не произнес ни одного слова против Господа. И это доказательство, что верный человек, когда он здоров, то он верен Господу, и когда его постигает болезнь, он, опять же, не пытается как-то, скажем, проклясть или же выразить свое недовольство, но за все благодарит, и поэтому он имеет надежду. Да, и я бы хотел к этому, чтобы вы сказали, еще добавить, что, нет, подождите, сравним сначала Иова с современным христианином. Представим себе самодостаточного верующего человека, который имеет финансовую независимость, у которого здоровая семья, у которого прекрасная жена, бизнес, он приходит в церковь, у него есть счастье и благословение в семье, и в один прекрасный момент он всего этого лишается. Очень большое и огромное испытание выпадает на душу такого человека. Невозможно себе представить, какие будут последствия с этим человеком, и нельзя предсказать, что он точно поступит как Иов, потому что каждый человек индивидуально, и каждый человек подвержен греху, и последствия могут быть абсолютно разными. Иов – это самый идеальный пример. А вот к чему это может привести, вот, подобные ситуации в современном мире, и как это проявляется, мы сейчас об этом и поговорим. Но прежде этого мы поговорим еще об одной личности, тоже прекрасный пример, это был Илья, это тоже был Илья, человек Божий, но была какая-то разница между Иовом и Ильей, и сейчас мы поговорим об этом. Побеждая разочарование. Что сделал Илья, когда его одолевали сомнения и разочарования, и что мы часто искушаемся делать? Ну, в Яково написано так, что Илья был человек, подобный нам. То есть, человек, подобный нам, с такими же успехами, с таким мужественным духом, с таким, скажем, ревностным стремлением что-то сделать в один момент. И в другой момент человек, который впал в уныние, которым овладел страх, который, скажем, испугался от одной вести, которая пришла к нему, может быть, не самое хорошее время, это была ночь, это было холодно, это было неуютно, но пришла весть и сказал, что завтра ты будешь казнен, ты будешь осужден и так далее. Он испугался, он убежал в пустыню и, находясь там, он просил себе смерти. То есть, это признак, что любой человек, который родился на этой земле, он может переживать такие моменты разочарования, уныния и может пасть духом. Мне кажется, что современные психотерапевты и медики поставили бы ему диагноз, что Илья ушел в глубокую депрессию, что он просто хотел смерти. Вполне возможно. Как сегодняшний мир смотрит на депрессию и как депрессия, как болезнь, должна ли она присутствовать в жизни христиан? Следующий вопрос об этом говорит. Какое лекарство против депрессии дает нам Бог? Депрессия – это то уныние, тот страх и тот унылый дух, который описан на страницах Библии. Современным языком это называется депрессия. Опять же, возвращаемся к первоначальным советам Бога, что если ты будешь послушен, здесь в Псалме Давид говорит, покорись Господу. То есть покорность или послушание – это и есть одно из условий, что мы будем сохранены от многих тяжелых испытаний. Но если мы нарушили в каком-либо пункте одну из заповедей Божьих и последствия того, что уныние, депрессия, страх, гнев, зависть – все это причиняет вред нашей душе. Все это причиняет вред нашему здоровью, нашему разуму. Потому что разум человеческий – это одно из центральных органов, который отвечает за наше состояние духовное, моральное, физическое. Если разум ослаблен, если разум подвержен какому-то критическому переживанию, то тогда весь организм подвергается уже унынию, разочарованию. Тогда человек видит все в таком мрачном виде, какие-то такие неприятные предчувствия. Но выход из этого состояния – опять обратиться к Господу. Это опять же принять совет Иисуса «Придите ко мне, святую рождающийся и обремененный, я успокою вас». То есть утешение мы можем найти только в Слове Господнем. Мы в этот момент должны читать те слова, которые будут внушать нам надежду. В этот момент мы можем петь псалмы. В этот момент мы должны обратиться в молитве к Господу. И это состояние, оно, конечно, пройдет, это состояние улучшится. Очень прекрасно, когда есть рядом верные друзья, которые могут поддержать в трудную минуту, могут утешить, ободрить. Друзья Иова, к сожалению, они делали нечто противоположное, они, наоборот, осуждали его, они обвиняли. Говорят, это не напрасно, видимо, ты сделал какой-то тяжелый грех, видимо, ты что-то допустил такое против Господа. На самом деле этого не было в жизни Иова, но никто не знал истинной причины. Да, очень часто, и мы сегодня можем не знать истинной причины. Может быть, причина заболевания – это действительно болезнь, то есть нарушение законов и, как следствие, болезнь. Может быть, это то, что Господь допускает для испытания нашего. Поэтому мы никогда не должны унывать или опускать руки. Но всегда, как бы, через тучи, которые заволожили небо, мы должны видеть, что там есть солнце. И это солнце есть Иисус Христос, который, опять же, будет освещать, согревать нашу душу и будет прощать. Даже если мы согрешали, если мы каемся, то Он прощает и исцеляет нас. Сейчас поговорим о стрессе. Это четвертый вопрос, который я называю «Встречаясь со стрессом». И вот я предполагаю так, что первое состояние у Ильи был стресс сначала, когда ему сказали, что тебе вынесен смертный приговор и что тебя убьют. Я уверен, что у него участилось сердцебиение, кровь по венам забежала побыстрее, адреналин, уровень адреналина он повысился. И получается вот такой вот стресс. И одновременно с этим повышается и артериальное давление, когда мы слышим, как в висках у нас что-то пульсирует, что-то стучит. И вот в этот момент очень большой вред организму наносится. Почему многие страдают от повышенного кровяного давления в нервных и нервных расстройствах? Может быть, это слишком медицинский вопрос, но попытаемся на него ответить. Как говорит Библия? Да, такими словами, скажем, библейскими. Значит, одна из причин этой заботы, чрезмерные. Вторая причина есть – это переживания. Это есть, скажем, такие некоторые внутренние переживания, что же будет со мной завтра, как я буду жить, если не будет зарплаты, если цены повысятся, если, может быть, пенсия маленькая, а проблемы очень большие. То эти заботы, они часто человеку приносят действительно не лучшее состояние душевное, а также и физическое. И что может помочь в этом случае? Совет Евангелия, который говорит, не заботиться о завтрашнем дне. Довольно для каждого дня своих забот. То есть довериться Господу. Сегодня есть хлеб, есть пропитание. Слава Господу. На завтра Господь предусмотрит. И это состояние, которое может помочь нам в самых серьезных обстоятельствах. Ну и, естественно, какие-то действия должны быть. Я думаю, что одно из, скажем, то, что помогло Илье справиться с этим, то, что он побежал, это одно из средств, чтобы выйти из такого стрессового состояния. То есть вы говорите о физической активности? Ну да. То есть получается, организм гораздо лучше справляется с какой-то хандрой, депрессией, когда он начинает физически, проявляется физическая активность. Это не лучшее средство, если ты в унынии, в печали, лечь на диван, закрыться подушкой, там себя очень так сожалеть. Ой, какой я бедный, несчастный, мне никто не может помочь, никто не хочет мне помочь, все против меня. Это не лучшее состояние. Наоборот, нужно выйти из этого, какое-то предприятие, какие-то активные действия. Может быть, пойти подышать свежим воздухом, может быть, пойти помочь кому-то физически. Это принесет облегчение также и для нас. И все же, если мы находимся в таком состоянии, когда у нас дух уныл, когда мы находимся в таком состоянии, которое здесь описано, о том, что мы склонны закрываться в себе, о каких обетованиях мы должны помнить, которые дал Господь, которые помогут нам выйти из вот этого состояния? Библия полна обетований. И все обетования даны не напрасно. Это не просто записано пером, чтобы мы читали и думали, может быть, это кому-то относится. Это может относиться лично к каждому из нас. И одно из обетований, которое было дано Моисеем, одному из сыновей или потомков Якова, Осирий, что «железо иметь запоры твои, как дни твои будет умножаться сила твоя». То есть в английском переводе, что «железо иметь обувь твоя, а как дни твои будет умножаться сила твоя». То есть надежда, что Господь не оставит, и эти обетования как бы доступны для каждого человека. С каждым днем ты становишься сильнее. Также очень прекрасный пример, взятый из окружающей нас природы. Посмотрите на птиц, которые не сеют, не жнут. Но они, Господь питает их, они ни в чем не в нужду. Они с утра поют свои песни «Благодарность Господу». Как приятно, вот теперь весной особенно, слушать рель соловья. Да, особенно Бога. Только начинает еще заря, а он уже поет свои хвалебные песни. Потом дали пример лилий паилевых. Они не ткут, не придут. А как они одеваются? Говорят, намного ли вы лучше их? То есть наше доверие должно быть Господом, что Господь позаботится о нас. Он не оставит нас. Ну что ж, ни для кого не секрет, что больше всего он нас вводит в подобное состояние депрессии и уныния. Это то, что у нас нет какой-то финансовой независимости, либо, может быть, есть какие-то долги, либо все вот эти финансовые вопросы, они заставляют нас глубоко уходить в себя и думать, как заработать, где бы больше получить зарплату, или как больше получить денег откуда-то. Что нам следует принимать во внимание, смотря на все эти вопросы? Господь дает какое-то понимание этого вопроса относительно денег. Что он говорит? Ну, во-первых, Господь дает нам такой, ну скажем, такой совет, чтобы мы не обременяли сердца свои такими вещами, как заботы житейские, как объединение пьянства. Ну, скажем, мы как реформаторы, мы знаем, что пить – это категорически… Ну, мы исключаемся, да, алкогольные напитки. Значит, питание тоже у нас умеренное, мы исключаем. Но заботы житейские – это действительно есть одно из бременей, которое обременяет нас. Я бы сказал, что мы должны умереть, умеренно, скажем, планировать нашу жизнь. Нам нужно ставить очень высокие запросы. Мы должны научиться жить просто, и чем проще жизнь, тем она будет легче. Безусловно, нельзя сидеть сложа руки или считать, как, а, ну, есть обетование, что Господь пошлет, а я буду, скажем, может быть, до обеда в постели, а потом, может быть, не передруждаться, ложиться тоже заранее, ну, не потеть, не напрягаться, и будет все нормально. Это тоже неправильное положение. Во всяком случае, должна быть золотая середина. То есть, не быть ленивым, не быть небрежным, но и не чрезмерно брать на себя заботы и обеспокоенность, что нам есть, что пить, что одеваться. Мы должны доверять Господу, и я думаю, что это все решится очень правильно и очень разумно. Следующий вопрос заключительный, называется «Процесс старения». Размышляя о последствиях старения, о чем мы должны молиться? Ну, хотим или не хотим, но годы проходят очень быстро, и приходит старость. И старость, она не всегда радостная, потому что действительно силы изменяют, потому что уже нет тех больших возможностей, потому что и со здоровьем становится туго, а лекарства очень дорогие. То, безусловно, очень прекрасно, если мы с молодостью, с юности помним, что все-таки настанет старость. И мы будем беречь свои силы, мы будем прививать себе такие привычки, которые помогут нам всегда быть довольными, никогда не ворчать, не желать чего-то невозможного, и никогда не выражать наши чувства недовольством или же ропотом. Ну, вот так в жизни встречаешь людей преклонного возраста, но если они довольны, если на их лицах улыбка, то это как бы уже здоровье есть у этих людей. Может быть, нет сильного физического здоровья, но внутренняя вот эта сила, вот этот оптимизм, это помогает им перенести многие тяготы жизни без тяжелых последствий. Вы знаете, я еще молод, очень молод, чтобы говорить о том, что вот я уже стар, я не хочу что-то делать, но я хочу быть готовым к тому, что скоро я, может быть, состарюсь, и мне нужно как-то по-другому смотреть на некоторые вещи. Вы гораздо старше, чем я, нас смотрят гораздо моложе, чем я, молодые люди. Что бы вы могли посоветовать этим молодым людям, руководствуя своим опытом, на основе того, что здесь написал Соломон и Езекииль? Вот эти обетования, эти советы, которые здесь даются. И в конце мы поговорим, может ли современная молодежь сотрудничать с людьми, которые уже богаты опытом, которые уже находятся в более возрастной категории. Ну, во-первых, здесь упомянут пример Давида, который, в принципе, был довольно-таки человеком, скажем, мужественным, крепким, морально, физически. Но он молился, Господи, не оставляй меня до старости, когда сила моя будет ослабевать. И, возможно, он писал эти строки, уже будучи более молодче, чем я. Да, потому что Давид, ну, прожил 60 лет, мне еще осталось немножко до 60. Но он уже об этом заботился. И он просил, Господи, Ты утверди мои стопы на путях Твоих. Только на путях Божьих мы можем найти для себя утешение, надежду и безопасность. Потому что человеческие пути, которые, кажется, прямыми ведут к смерти. А путь, Господи, он верный. И уже Соломон советует, что помни Создателя Твоего в дни юности Твоей, доколе не пришли годы и не отступили дни, о которых Ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. То есть приходит момент, когда человек уже не имеет, скажем, ну, тех сил, не имеет того здоровья, не имеет тех великих желаний. Но, тем не менее, человек, ну, нет границы, на которой сказал человек, сказал, о, до этого момента, да, я еще не был старый, а теперь я уже старый. Ну, нет такого. Есть люди и в 80 лет, они не чувствуют себя еще старыми, да. То есть они вели правильный образ жизни, они всегда, ну, были настроены оптимистически, они доверяли Богу, и все было в них хорошо. Но, тем не менее, все-таки приходят моменты, когда уже силы человека ослабевают, и он не может делать то, что делал в молодости. Есть молодые люди, которые имеют силу, имеют энергию, но у них нет опыта, нет знаний. Есть такое выражение, ах, если бы молодость знала, о, если бы старость могла. То есть есть два момента в жизни человека. И вот когда совместить вот это знание, опыт и силу, это будет самое прекрасное состояние. То есть вот эта вот связка, она принесет самые лучшие плоды. Безусловно. И поэтому совет, что молодые люди должны иметь общение с людьми пожилыми, уже, скажем, прожившими жизнь, имеющие опыт. И должны, в общем-то, как-то дополнять друг друга, помогать друг другу. Молодые должны помогать людям старшего, старшие люди должны давать советы, наставления. И таким образом, я думаю, что и одни получат, скажем, прибыль и физическую, и моральную, и духовную, и другие также. Это и есть план Божий. Вот такой вот. Да. Это был заключительный вопрос этого урока. Спасибо, что помогли нам изучить этот урок. Я для себя понял, откуда берутся болезни, как духовные, так и физические, и как с ними бороться. Да, мне тоже было приятно провести вместе изучение этого урока. Я верю в то, что наши зрители тоже поняли о том, откуда берутся болезни, как с ними бороться. До новых встреч. Спасибо еще раз. И я верю в то, что этот урок был полезен для нас всех. Да. Слава Господу. Дорогие друзья, до новых встреч и до свидания. До свидания. Будьте здоровы. Дорогие друзья, до новых встреч и до новых встреч. Я верю в то, что ты до новых встреч. До новых встреч. Родогие друзья, до новых встреч. Продолжение следует...